Смотрите, этот раз привезли много вкусняшечек, привезли вот только вот тоже. Сегодня у нас очень сильный день такой. Мы с дочкой только что сходили к стоматологу и пришла домой. Сейчас нам привезли продукты. Покажу вам по гуманитарной помощи последний раз. Хоть они привозят иногда несколько вещей, но все остальное мы покупаем сами. Вот, это последний раз, когда они привозят уже. Сейчас покажу быстренько вам, что тут. И побегу на работу, потому что хоть я начинаю с пятницы, но меня совесть мучает. Я все равно ответственна за то, чтобы мой департамент был готов и чтобы все было готово. Потому что состою в директорском комитете. И я все равно чувствую свою ответственность, что там ничего не будет готово. А люди приезжают уже завтра в нашем месте, где мы работаем. Поэтому быстренько вам покажу. Перекушу и побегу опять на работу помогать, мыть, убирать, сделать все, что нужно, чтобы к завтрашнему дню все было как нужно. Итак, смотрим. Буду снимать без штатива, так что, чтобы все равно, чтобы удобнее было вам посмотреть. Смотрите, нам тут дают такой банк, что нужно, мол, принести им документацию, если вдруг мы хотим дальше получать. Но нам как бы не нужно. Они тут написали нам, что в следующий раз, 22 июля, в 12.20 они нам якобы привезут. Но мы уже не будем брать, потому что мы уже начинаем работать, как бы и все будет хорошо. Поэтому не нужно. Смотрите. Этот раз привезли много вкусняшечек. Привезли вот такой вот тортик. У него сегодня срок годности заканчивается. Но он сегодня и завтра из магазина Консум. Его можно без проблем еще употреблять. Это яблочный тортик. Вот. Привезли такие вот сырные палочки для дочки, когда у них срок годности. 2-го числа у них срок годности завтра стекает, поэтому она еще сможет их скушать. Вот такие вот. Привезли салат из капусты. Это тоже с Консума. Потому что у них только такие этикетки бывают. До 2-го числа тоже. Вот видите. Поэтому еще сегодня и завтра их можно кушать. Привезли, как всегда, пачку печенья Мария. Традиционные испанские печенья. Из них можно чизкейк очень хорошо делать. Вообще базы для тортов очень хорошо идут. Привезли. Ой, какая странная пачка. Привезли спагетти вот такие. Ну, как всегда привозят у них. Донечка, ну что? Что? Что ты хочешь? Что тебе нельзя? Там соли много, кися. Да. Я давно не видела в самом утро. Ходит. Вот. Это, в общем, такая, как надо сказать, копченая, вареная. Ну, да, начинается. Копченое, вареное такое мясо. Ну, на вареное это написано. Свинина. Она очень засольная, правда. Ну, вот такое есть. Не знаю, правда, как его открывать. С открывашки какой-то надо. Вот. Такой, как творожок. Как йогурт, в общем, натуральный. Тоже с консума. Дата у него. Надо быстро где-то найти здесь дату. А, вот видите, он до 30-го. Он, то есть, сегодня первое число у нас уже. То есть, это вчерашним числом. Ну, посмотрим, может, еще хороший. Слушай, оливковое маслице принесли. Благодаря ним у нас оливковое масло дома всегда есть. Вот такая вот вкусняшка. Это, чтобы супчик варить тоже. Ну, в принципе, вкусная. Мы попробовали, нам нравится. Такой вот. Их тут две штучки. Как всегда, привезли горбансус. Господи, у нас эти горбансус уже, эти бобы эти. У нас их уже не считанное количество просто. Думаю, мы на всю зиму запаслись, наверное, ими. Ну, стало, ну, хорошо, ладно. Вот. Такие горбансус, может, кому-то отдадим. Я в фейсбуке поставлю, наверное, на своем фейсбуке. У меня в фейсбук Анастасия Фернандес. Я оставлю ссылочку здесь. Если кому нужно, кто-то нуждается, я там оставлю все, что мы будем давать, чтобы там в комментарии, в пост поставлю, чтобы кто-то мне написал или в личку, или куда, если кому-то нужно. Мы много из этих продуктов отдадим нуждающимся людям, потому что нам слишком много, а выбрасывать, конечно же, мы не будем. Вот. Такой томат. Это жареный, так сказать, томат. Это томатная паста. Тут их аж раз, два, три, четыре штучки. Бананчики, смотрите, экологические, с консума. Они же даже зеленоватые, хорошие. Вот, можно кушать. Тоже бананчики тут. Манго один. Манго, правда, очень мягкий. Не знаю, посмотрим. Вот, манго. И тут у нас четыре коробочки такие вот сардин обычных. Ну, сардины мы не любим, поэтому как бы дело вкуса, да. Сардин мы не любим просто по жизни, поэтому если кому нужно, мы много из этих вещей отдадим. Во второй пачке у нас хлеб. Один. Хлеб. Два. Причем свежий, очень мягенький, смотрите. Два. Хлеб. Три. Вот. Три хлеба. Тут еще, это тоже с консума такая вот капустка. Тоже она хорошая. Смотрите, внутри она еще хорошая, да. И не вижу, чтобы она там была какая-то не такая, в общем, для салата. Лентеха с чечевичку такую дали. Тут много всего. Ой, смотрите, лучок. Хороший. Срок годности, якобы, у него какой срок годности? Лук, он твердый, вообще, как не знаю еще. То есть его еще можно долго-предолго-предолго использовать. Вот. Картошечку в этот раз первый раз. Они нам картошку привезли, представляете? Первый-первый-первый раз. Тут одна картошечка вроде такая мягенькая, а все с ними тверденькие, хорошенькие. Поэтому вот так. Так, что еще тут? Макарошки. Они называются перышки. Две таких пачечки. Паштетик одна. Вот такая пачка. Здесь три таких баночки внутри. Паштет очень хороший. Тоже это свинина. Нам нравится. Сахар. Это мы будем с вами тортики печь. Мне как раз надо у дочки завтра день рождения, надо тортики испечь. Смотрите, курицу опять целую. Они ее замораживают, в основном мясо. И потом оно такое полуразмороженное, видите, оно холодное еще. Очень сильно, в общем, в замороженном виде дают яйца. Как раз у меня муж две пачки купил. Ну, вот еще яички. Может, кому-то отдадим, скорее всего. О, это что? Подсолнечное масло. Какой-то оно странно белое. Похоже на уксус. Подсолнечное масло. Да? Вот оно такое. Тоже. Что ж тут еще? Мука обычная. И две пачечки вот такие вот риса. Вот одна и вот две. И тут что-то еще есть. Я не знаю, что тут. Тут мясо мясное, какие-то продукты. Сейчас посмотрим. Ой. Бекон. Смотрите, замороженный бекон. Этот бекон так люблю. Его, знаете, очень вкусно. На сковороду жарить или в него заворачивать мясо, например, курятину. Прям вообще вкуснотища. Его, значит, привезли за день до того, как истечет срок годности. И его вот привезли. И все. И он до второго числа. Он еще хороший. Мы его сейчас заморозим обратно и будем использовать. Вообще супер. Тут вижу еще хаммон. Что тут есть еще? Что-то такое. Редусы до инсаль. То есть здесь меньше соли. Не знаю, почему тут персики. Может, просто для красоты. До шестого числа. Аж он действителен. Поэтому хорошо. Супер. Вот до шестого числа. Что-то непонятно, что это такое. Гесар. Аньохо. А, это очень-очень хорошее мяско дорогое. Долгой выдержки. Целятина. Ну, говядина в смысле. Он замороженный. То есть его заморозили. Он 29 числа был. Но его заморозили раньше, скорее всего. Поэтому ничего страшного. Это чтобы делать... Тушить его, в общем. Мясо для тушения. Так и написано. Карнепарагисар. И все. И тут... Ой. Это мы точно кому-то отдадим. Да. Это точно кому-то из вас. Если кому нужно, обращайтесь. Не стесняйтесь. Отдадим. Все-таки мы все люди. Все друг другу помогаем. Солидарность превыше всего. Смотрите. Это такой... Для паэллии, в общем. Но тут фишка в том, что здесь курица и заяц. То есть кролик, кроличатина. Мы кроличатину принципиально не едим. Потому что у меня... У нас дома были кролики, как животные. И я просто не могу через себя переступить. У меня муж тоже из-за этого не ест. И вообще моя семья их не ест. Поэтому если кто-то хочет, без проблем. Вот он такой хорошенький. Прям свеженькое мяско. Оно было заморожено. Простите. Я в фейсбуке вам линк оставлю. Но это в коробочке информационной. И без проблем. А, еще там две таких огромных коробки молока цельного. Одну мы оставим. И одну тоже кому-то отдадим. Вот. То, что там завязан диван, это не обращайте внимания. Муж просто пальцы сломал однажды об него. И с тех пор оно обмотано поролоном у нас. И чтобы он больше не ломал себе ничего. Вот так. Так что мы с Донечкой прощаемся. Да, Дони? Дони? Да? Прощаемся мы. Да. Прощаемся. Я побегу на работу. Мне еще надо покупать несколько вещичек для работы. Будем на связи. Скоро, когда выйдет это видео, уже будет все готово в фейсбуке. Сможете туда заходить и пересмотреть. И если кому-то нужно, связывайтесь. Не стесняйтесь. Поможем обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!